Он будто ушел в отпуск и уехал из города. Коллеги собрались на дружеские посиделки и словно хватились. Александра Яковлевича нет. Вот листают его публикации, на экране сам автор и режиссер фильмов и телепередач. Репортажи следуют один за другим. Все так же свежо и злободневно. Есть вещи, которые волнуют всех, а городскую власть почему-то не волнует. Я говорю о Старом Ростове, об историческом центре Ростова, который так получилось, сейчас отвернут от Дона. Александр Абертынский – знаменитость Ростова-на-Дону. Журналист, литературный критик, публицист, телеведущий, сценарист. Его поминают, избегая жестокого слова «был». Режиссер Абертынский снял два десятка документальных лент о родном городе, о Донском крае. И в каждом фильме переболел своими героями. Серьезно, уверенно, бесстрашно. Его правда держала власть в тонусе. Картина зоны недосягаемости об экологии Дона. Абертынский избегал грязи во всем – в человеческих отношениях, в профессии и стерилизовал окружающую среду. Александр Лякович пришел в монтажную и сказал, так, уходи, я буду сам монтировать. Сразу. Я говорю, Александр Лякович, для этого надо знать, хотя бы как пленка клеится, чтобы это делать. И потом я вам не позволю, поскольку я… Я вот он сидел со мной до ночи и пытался по-журналистски настаивать на каких-то вещах. В архивах почти всех областных газет есть материалы Абертынского. Он дотошно разбирал на факты и аргументы каждую житейскую историю. Брался за серьезные проблемы земляков, редакционная почта непрерывно принимала письма Абертынскому. Он человек был и мягкий, и в то же время он умел держать и дистанцию, и, ну, может быть, даже сказать, не раскрываться до конца. Друзья просят чувствовать разницу. Сегодня не поминки Александра Яковлевича. Это вечер памяти и никакого траура. Может, он действительно уехал в отпуск. Наталья Бешкарева, Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Южный регион.Инфо.